Университета Лизансона, я не могу вам объявлять название доклада на свадьбе, пожалуйста. Можно сказать? Можно сказать. Значит, сегодня, добрый вечер, как вы видите из названия доклада, сегодня речь пойдет об оценке эмпирической эффективности многомерных моделей, условий корректизации. Мы, главным образом, сфокусированы на моделях, так называемых, неосколярного типа. И я расскажу вам немного о работе, которую мы, наши цельные работы выполнены, с Ваном Павловым Тега, который присутствует здесь, в индукторе, и профессорами Санкт-Петербурга в любом. Значит, о чем идет речь? Краткий план. Значит, вначале я расскажу немного, сделаю предварительное обведение в суть вопроса, что мы рассматриваем, какова цель. Затем я расскажу об определенной аргументации для использования этого типа моделей, о которых пойдет речь, многомерных моделей волатильности. Затем расскажу, дам несколько примеров спецификаций для многомерных моделей ковариации и корреляций. Значит, три последних пункта, это будет основная тема этого доклада, это как раз многомерные модели условной корреляции, методы оценки параметров таковых моделей, и в конце будут приведены определенные результаты о оценке эмпирической эффективности данных моделей, сравнительный анализ на эмпирические модели. Значит, вначале, ну, введение будет носить такой характер, немного общий, значит, о чем говорится, с чем мы работаем. Значит, у нас есть какие-то, ну, это стандартные определения, у нас есть ПИ и Т, это цена нашего актива в момент времени Т, с индексом И, у нас есть однопериодная доходность таковых активов, которые определяются, ну, мы работаем в данном случае с логарифмическими доходностями, поэтому определяется, как просто разница натуральных логарифм, и, по-с-с-с, цены в данный момент времени и в предыдущем моменте времени. Значит, каким образом приходят эмпирические данные о доходности активов? Как правило, это данные, которые поступают в виде временных рядов, и основной из характеристик таких временных рядов является частота. Значит, какая частота бывает временного ряда? Это может быть низкая, высокая и ультравысокая, значит, сверхвысокая. Значит, мы будем работать с однодневными доходностями. Для сверхвысокой частоты временного ряда модели немного отличаются. Значит, и мы не будем касаться низкой частоты, так как модели, с которыми мы работаем, они сохраняют валидность лишь при условии высокой частоты. То есть в данном случае это частота от еженедельной до ежедневной. Ну, это основные. Значит, о чем мы говорим? Мы говорим о волатильности рынка. Что такое волатильность? Как ее определить? Как ее описать? Как ее прогнозировать? Это один из основных предметов для изучения финансовой экономики. Данный доклад носит характер эконометрический. Мы пытаемся определить, каким-то образом волатильность, как какую-то количественную оценку изменчивости нашей доходности активов. И мы знаем несколько вещей о волатильности. Что, во-первых, волатильность носит динамический характер, она изменчива со временем так же, как и доходность. Значит, есть неопределенность финансовых рынков и с точки зрения доходности активов, и с точки зрения их волатильности. И мы хотим каким-то образом измерить эту волатильность, имея лишь наблюдение о доходности активов. И есть классные подходы, как это можно сделать. Это можно сделать на основании подхода, который ориентирован на использование модели и на использование просто выборки новой деятельности. Значит, какие варианты существуют, если мы используем лишь выборку и не привязываемся к одной модели? Значит, в этом случае мы можем моделировать, мы можем брать какие-то определенные оценки волатильности. Мы берем просто матрицу по вариации, по лицам на матрицу. И есть варианты, каким образом мы можем ее оценить. Значит, с помощью окна мы берем какое-то длину окна, например, M наблюдений. Мы почитываем на основе выборки наблюдений нашу ковариционную матрицу. Мы берем диагональные элементы этой матрицы, квадратный корень, и это будет наша волатильность доходности наших активов. Значит, второй вариант, как мы можем подходить к этому вопросу. Мы можем работать с так называемой реалайз-волатильностью. Не совсем уверены, что правильно будет перевести ее, как правильно перевести, но в литературе встречается реализуемая, реализующаяся волатильность. Значит, единственная разница между предыдущим вариантами и этим заключается в том, что если мы хотим, скажем, получить волатильность однодневным, работая с временным рядом определенной частоты, мы для оценки этой матрицы ковариаций берем обязательно наблюдения, которые у нас взяты с частотой, которая превышает ту, которая нам нужна. То есть в данном случае это интродель. То есть если нам нужна однодневная, мы берем все наблюдения, которые взяты в сочинение, и вычисляем ее вот таким вот образом. Значит, это... Почему реализуемую волатильность считает как сумма грн, а не грн, но ср средний как для проектов? Потому что для реализующейся волатильности предполагать, что наши доходности распределены нормальным образом. Поэтому мы можем описать как дисперсию. Потом у нас получается единица, деленная на к, мы там перемножаем и получаем просто произведение. Это как разница между дисперсией и внутреждением квадрата. Это внутреждение квадрата, последнее, первое, это дисперсия. Я могу показать, как это получается сейчас. Я видел, что это так используется, просто хочу понять, а какое оправдание это реализовано? Ну, честно говоря, я не эксперт в реализующейся владельности, я просто привожу мой способ, как отрабатывать. У меня всегда была загадка, почему не средний. Предполагаешь, что средний равный миллион на интернете? Может быть, действительно. Они считают, что на высоких частотах? Да, скорее всего. Я, честно говоря, не знаю конкретно, каким образом вычисляется, но вот это вариант оценки, который используется очень часто. Да, так, так. Вы оправдали, я не слышу. Значит, еще вариант, который используется, ну, доклад, скажем так, я работаю с моделями, поэтому это просто регистрация того, какие оценки статистически используются для колариационных матриц и почему, попытаюсь вам опознавать, почему именно модельный подход является лучшим. Значит, еще вариант для, скажем, прокси для такой волатильности, какое-то приближение, это может быть даже абсолютная величина доходности. Это удивительно, но это то, что очень часто используется в практике. Значит, для того, чтобы проиллюстрировать, да, ну, и, скажем, переходим к модельному подходу, который с нашей точки зрения является более оправданным. Значит, существует несколько моделей, но риск матрицы я не буду переводить, что это, это какой-то стандарт в эконометрике, это просто модель с константными параметрами, то есть она не представляет интересных для нас. У нас есть многомерные ГАРЧ-модели, это, скажем, обобщение ГАРЧ-1-1 моделей, я перейду немного ниже, что это такое, и основная суть таких моделей заключается в том, что в данном случае мы работаем с моделями для описания этой матрицы условной кавариации HD. В зависимости от вида спецификации этой модели у нас есть и та или иная модель. Значит, еще есть различные многомерные модели стахастической волатильности. Каждый тип этих моделей, в принципе, единственное, что общее между этими моделями, это то, что у нас значение этой матрицы HD, это какая-то просто функция от предыдущих значений этой же матрицы и каких-то значений наших доходностей активов в предыдущем моменте времени. Значит, что еще важно в данной ситуации? В данной ситуации важно то, что для всех этих моделей общей проблемой является тот факт, что для правильного оценивания параметров этих моделей мы должны быть уверены в том, что те параметры, которые мы оценили, они удовлетворяют всем требованиям стационарности и положительной определенности полученной матрицы, потому что естественным образом матрица коваряции должна быть положительно определена. Значит, приведу для иллюстрации подходов, почему мы выбираем именно модельный подход, а не какой-либо другой, и почему в практике используются разные виды приближений для таковой коваряционной матрицы. Вот вы видите на графике, это просто индекс NASDAQ между 1971 годом и 2005. Значит, это приблизительно 35 лет наблюдений, и мы видим, что в первом варианте, что происходит, мы берем выборку просто наблюдений доходности активов, берется ежедневная волатильность. Значит, что берется? Берется абсолютная величина всех доходностей активов и используется как приближение для описания одновременной волатильности. Значит, как видно, нижний вариант – это у нас волатильность, вот эта историческая волатильность, когда мы берем длину окна длиной 25, наблюдений, и просто беря эту выборку высчитывается величина, значит, высчитывается оценка для значений этой матрицы. Средний вариант – это модельный подход. В данном случае приведем пример обычной карчейной модели, то есть дальше я немножко напомню, что это такое. Единственное важное в этих трех графиках заключается в том, что в принципе, какой бы способ ни был выбран с точки зрения практики, в принципе, динамика волатильности, она приблизительно носит характер один и тот же. Поэтому очень часто в практике люди используют любой из этих методов. Однако, если мы посмотрим на наиболее широкое распространенное приближение для такой волатильности, мы видим, что уровень зашумленности данных наблюдений очень высок. То есть мы видим, что среднего трагичное отклонение гораздо выше для этого случая, чем для других. Что уже должно быть сигналом для того, чтобы… В данном случае для пиджерфук? Да. А там разве не сходные данные? Сходные данные, но это приведено в зрение квадратичное отклонение самого ряда. По всей… Да. То есть в данном случае это 0,91, да, для других вариантов – ниже. То есть, как правило, это то, что наблюдают в практике. То есть он гораздо более шума гораздо выше. Это 0,68 – это, опять-таки, по этому ряду, по всей… Да, 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 да. Уже по… По полученному, да. Полученному, это важное. Да, да, да. А какой их смысл? Ну, смысл заключается в том, что, несмотря на то, что в практике используют гораздо… Ну, скажем так, если у нас есть какая-то модель, которая описывает эволюцию нашей волатильности, то для нас очень важно, чтобы данные, которые мы получили с помощью этой модели, среднепатриотичное отклонение было как можно ниже. Почему? Потому что для нас очень важно не слишком идеально повторять значение волатильности, а получить какой-то модель, с помощью которой мы можем и прогнозировать значение. Что в данном случае очень сложная задача, потому что если среднепатриотичное отклонение у нас настолько высоко, где вероятность того, что данные, которые мы получили сегодня, будут валидны для прогнозов, скажем, аж шагов больше. Я думаю, что это странно, если возьмите констанцию, то это вообще будет еще лучше. Но здесь нужен какой-то баланс между именением модели какой-то и между тем, какой способ из этих всех будет выбрать. Зависит цель и задачка. То есть вы считаете, что... Зараму нельзя задать что-то больше. Ну, очень часто в виде волатильности берется константа во многих моделях. Но это не означает, что это хорошо или что это плохо. Есть свои слова. Зависит задача. Естественно. Вообще, видно, как похоже на второй третий график. Да, безусловно. Но тут есть сложность одна. Сложность в том, какую величину окна выбрать. И, опять-таки, имея модель, мы не привязываемся к тому, как мы работаем с выборкой. Мы можем работать с моделью, имея те данные, которые у нас есть. Нам не нужно беспокоиться за то, как вышли, но окна выбирать. В какой момент времени это делать. Это здорово, что выбираются с 20 моделей. Что примерно на цену. Ну, что мы, по сути, и будем делать. Ледмина, пожалуйста. Да, да. А как все-таки мы, там, короче. А, это, да. Короче, резерванная модель, ну, что такое или нет, может быть. Сосними. То есть, что здесь, конечно, нужно сказать. Значит, основным мы в основании для того, чтобы работать с моделями, с моей точки зрения, является тот факт, что мы можем прогнозировать. Когда у нас есть модель, которая описывает какую-то динамику процесса, мы, в принципе, можем описать... А потом мы можем сравнивать с нашей... Безусловно. Да. Что совершенно непонятно, что делать в случае, когда у нас лишь оценка нашей коваряционной матрицы, базированная просто на выборке. Что с ней делать? Так вот, на этом слайде я привожу, что происходит тогда, когда, в принципе, за прогноз берется то значение, которое получено в момент времени t равно t большому. Очень часто в практике, что происходит, берется, скажем, ну, в данном случае, это историческая волатильность, которая была получена в коваряционной матрице с помощью какого-то окна M-наблюдений. И считается, что через H-шагов в будущее у нас значение будет то же самое. Вот что происходит на практике. Второй подход. Это не использовать модели для описания динамики самой матрицы условной ковариации, но использовать модель для предсказания. То есть берется, например, линейная какая-то модель, и, зная значение наших исторических волатильностей, мы можем построить какую-то линейную модель, которая даст нам прогноз на H-шагов в будущее. Это модель уже для самой H, да? Нет, это модель только для прогноза. Я понимаю, но модель для прогноза H. Для прогноза H. Да, именно. Тогда вопрос в данном контексте можно озвучить так, что в таком случае, если мы используем модель просто для прогноза, имея значение ковариационных матриц, которые мы получили на основе выборов, почему мы не используем и модель для того, чтобы описать саму H для получения ее. Ну и третий вариант выхода из ситуации, это может быть рассмотрение различного ряда других распределений для матрищного процесса. И вот в этих работах вот что в основном делается. То есть обычно стандартным является вот это распределение мышек. Значит, но это не то, чем мы занимаемся. Значит, далее я вам покажу модели, с которыми мы работаем. Значит, какие являются приложения для такого типа моделей, наглядные и волатильности. Ну, в основном, два основных приложения, и это те приложения, на которые в основном обращают внимание в литературе, это, значит, конструкция, то есть создание оптимального портфеля. И второе приложение, это оценка риска портфеля, ну, на основе, например, с помощью какой-то из мер рисков, в данном случае это будет парт. Значит, ну вот я привела одно из таких обозрений разного типа моделей ГАРЧ, и там масса приложений этих моделей обсуждается для желающих. Значит, что такое портфель? Это, я там вкратце просто описание, какой тип портфеля мы используем. Что такое портфель? Значит, доходность портфеля определяется с помощью выражения, приведенного здесь. Единственное, что нам надо знать, это, что у нас есть доходность активов, в данном случае не обозначенные как ZT, потому что это обычные доходности, мы работаем с логарифмическими. В принципе, можно показать, что большой разницы в контексте эконометрических моделей и метрических данных, с которыми, как правило, работать, не возникает. И у нас есть вектор весов WT, ну, скажем, для N активов он будет в Y. Значит, у нас есть доходность этого портфеля, у нас есть также условная дисперсия, заданная для такого портфеля. И каким образом создать портфель, каким образом сконструировать его, это задача выбора весов. То есть вектор весов определяет сам портфель. Значит, два основных таких типа, с которыми мы работали, это вот портфель, который, так называемый MVP-портфель, то есть он получен с точки зрения соображения типа морковицы, то есть когда мы минимизируем условную дисперсию портфеля, это дает нам значение для вектора весов, который является оптимальным. И решение такой активизационной задачи, значит, единственное, что мы должны быть внимательны, чтобы сумма наших весов была равная единице, если мы предполагаем неделищное инвестирование. И у нас определяется решение такой оптимизационной задачи, вот в таком случае. Значит, что мы видим здесь? Здесь мы видим, что для портфеля HT, то есть наша матрица условной вариации, она входит в выражение для определения весов для данного портфеля, что является очень важным. Почему? Потому что, если, например, мы хотим прогнозировать, мы можем спрогнозировать значение для HT и, в принципе, можем определить, какой же портфель нам, например, стоит сконструировать в момент времени T плюс H, к примеру. Второй вариант является самым простым, но он используется как бенчмарк, то есть для сравнения это просто портфель с одинаковыми весами. Что такое нейролиска, с которой мы работаем? Это вот меролиска, названная, так называется, value-of-at-risk, бар. Значит, мы должны понимать, что с любым портфелем ассоциируется какой-то риск потерь. И не существует количественные меры риска, существует огромное количество, но, скажем, в данном случае мы работаем с баром. И в рамках базовских соглашений предполагается, что каждый банк должен проводить политику оценки, а также прогнозирования вара, который ассоциирован с портфелями, которые он удерживает. Значит, что такое вар? Я дам краткое определение. Это просто ради введения, каким образом эти модели используются. Значит, вар в момент времени t уровня альфа заданного портфолио при условии одной единицы вложений это абсолютное значение альфа-процента левой квантели нашего распределения доходности. Значит, определяется вот таким вот образом. И для многомерного случая он дан выражение, которое задано здесь. Значит, что мы здесь видим? Здесь мы видим, что, как и в случае с портфелем, когда мы решали оптимизационную задачу для получения нашего электро-гисона, у нас есть наша дисперсия нашего портфеля условная, которая входит здесь в выражение. Это очень важно. Опять-таки для чего? Когда мы работаем с моделями, мы сможем прогнозировать значение вара для многомерного случая. Значит, я привожу просто график, как в самом простейшем случае эта пара высчитывается. Значит, предположим, у нас есть нормальное распределение с заданными константами. И нас интересует варь. То есть это величина потери, которые не будут превышены с вероятностью 95%. Значит, и в данном случае альфа у нас 5%, следовательно, с вероятностью 95% потери величиной 1,94 не будут превышены. Это очень простая количественная характеристика риска. А вне мировой риска я рассматриваюсь? Нет. Вар, как сейчас, на этой семье непопулярный, потому что там вот у вас нормально спреплывается, а во-вторых, некабилентная мировой риска. Скажем так, мы используем варь только для того, чтобы сравнивать для одного из тестов статистических, где мы сравниваем эффективность наших моделей. То есть это один из тестов. Поэтому для нас не настолько существенно было, какую именно меру риска выбирать в данном случае. Значит, опять-таки, можно работать, конечно, с одномерными варь, но в данном случае проблема заключается в том, что одномерный случай напрямую зависит от аллокации портфолио, то есть этого вектора весов WT в момент времени T. И каждый раз приходится повторять эту процедуру. Значит, в данном случае что мы делаем? Мы руководствуемся моделью для HT, которая будет для нас многомерной, и мы сможем работать с многомерной мерой риска. Значит, сейчас я кратко постаралась рассказать вам, какие приложения наших моделей, а теперь мы переходим к описанию, скажем, огромного количества моделей, которые существуют. Я дам краткий список, какие их особенности, какие у них общие черты, чем они отвечают, и потом конкретно дам описание моделей, с которыми мы работаем. Значит, что такое многомерная Гарч-модель? Многомерные Гарч-модели. Я уже на предыдущих слайдах приводила это выражение. Значит, мы рассматриваем какой-то N-мерный, условно-гетероскидостичный процесс, который у нас описан в дискретном времени. В данном случае это RT. Значит, при условии, что у нас инновации XIT распределены вот таким образом, то есть у нас среднее равно нулю, у нас матрица кавариации является просто единичной матрицей. Значит, что здесь важно? Что существует огромное количество описаний таковых моделей для спецификации выражения для HIT, которая, естественно, должна быть положительно определена. Значит, по сути дела, все модели многомерного характера для данного случая варьируются только в зависимости от спецификации этого HIT. И существует две основные группы. Мы будем работать со второй группой. Значит, первая группа – это обобщение моделей Гарч-модель разного битра. Это всегда модели, которые описывают значение матрицы условных кавариаций в момент времени T напрямую от ее же значений в предыдущие моменты времени и от дополнительной информации. Значит, что делается во второй группе? Во второй группе подход немного другой. Мы описываем динамику нашего матричного процесса для условных кавариаций через условные корреляции. В этом основная разница между этими двумя группами. Значит, что такое один из примеров? Я приведу два примера или три такого рода многомерных Гарч-моделей. Что это за модели? Ну, вот, например, приведен вариант векториальной Гарч-модели. В литературе носит название ВАК. Значит, это Балерси в 1988 году. Значит, вот описание и спецификация данной модели. Значит, что такое ВАК-эйдж-оператор в данном случае? Он будет далее использоваться нами, поэтому я должна сказать, что это такое. Значит, обычно для многомерных эконометрических моделей существует несколько видов операторов специфичного характера, которые носят название ВАК, МАТ, ВАК-эйдж и МАТ-эйдж. Ну, есть еще несколько, которые далее делают. Значит, что они делают? У нас есть матрица размерности Nm. Мы просто берем элементы этой матрицы, которые, значит, с каждого вектора последовательно, и просто формируем вектор длиной Nm из этой матрицы. Значит, что делает мат-оператор? Делает обратную задачу и из этого вектора конструирует матрицу размерности Nm. Значит, в случае симметричных матриц, естественно, что нам все значения матрицы не нужны, все элементы. Значит, что мы делаем? Мы берем просто значения под главной диаконалией и конструируем вектор, опять-таки, из этих значений. И обратный оператор – это просто матрич, который из этого вектора, который у нас будет длиной N, который определяется через малое N, формирует для нас симметричную матрицу. Значит, что в этой модели очевидным становится после того, как мы знаем, что такое определение вектора оператора матрицы? Что в данном случае тот факт, что у нас должна быть матрица симметричная, учитывается с помощью этого оператора. Мы берем только элементы этой матрицы под главной диаконалией, включая ее саму. И у нас есть параметры какие-то этой модели. Это C, A, B, D, I. В зависимости от порядка этой модели может быть, например, V1, 1. В этом случае у нас только C, A, I. Значит, сразу очевидным становится огромное количество параметров, которое существует в этой модели. Естественно, оценивание таких параметров для модели, мы скажем, когда у нас количество активов больше, даже, скажем там, 5-3, уже представляет собой большой проблемой. Однако, еще одной проблемой является тот факт, что мы должны быть внимательны по поводу того, что параметры, которые мы оценили, они должны удовлетворять вот этим условиям. То есть, первое условие, это то, что у нас матричный процесс будет стационарным. И второе, мы работаем, скажем, со слабой стационарностью, но это не суть дела здесь. И вторая группа условий, это тот факт, что результирующая матрица, H2, у нас будет положительно определена. Что в этой модели не очевидно. То есть, само описание этой модели, оно не предполагает получение матрицы H2, которая будет положительно определена. Следовательно, только условия на параметры смогут нам обеспечить. И вот в работе Стефана Претема и Павла Артека, значит, был предложен способ, каким образом оценивать параметры для такой, скажем так, тяжело параметризированной модели, как учитывать тот факт, что у нас есть ограничения на параметры. Предложена оптимизационная процедура на основе так называемых дивергенций Брэдлона. И удалось оценить параметры для такой модели даже до, скажем, размерности 8. Что для этой модели представляется уже большим достижением. Значит, что мы будем делать в дальнейшем? Мы будем использовать этот алгоритм для другого типа моделей, которые более представляются интересными. Значит, еще один тип такой модели – это BKK модель. Значит, носит она бреверированное название от ее авторов. И разница между предыдущей моделью и Льетой заключается в том, что в погоне за уменьшением количества ограничений, которые у нас существуют, накладываемые на параметры, мы записываем параметры моделей A и B вот в таком вот виде, что автоматически обеспечивает нам положительную определенность, результирующую матрицу H. Следовательно, ограничений, которые гарантируют нам ее положительную определенность, уже нам не нужны. Единственное ограничение – это, записанное вот в этом виде, это единственная проблема, которая встречается в этой модели. Значит, опять-таки, сложность заключается в огромном количестве параметров, сложности оценки и так далее, и так далее. Значит, теперь мы переходим к той части моего доклада, основной акцент, на который мы делаем в своей работе. Значит, мы работаем со второй группой этих моделей. Значит, это специфичные модели, которые описывают динамику условной ковариации через условные корреляции, скажем так. Значит, основная суть конструкции и затем оценивания параметров этой модели заключается в следующем. У нас есть то же самое выражение для RT, но теперь общим первым шагом оценивания и конструирования этих моделей заключается в том, что мы берем сначала одномерные Гарчи 1.1 модели, это могут быть любые одномерные модели типа Гарчи, например, и Гарчи 2.2, мы берем нашу доходность актива с индексом И и моделируем условное отклонение в данном случае через уравнение Гарчи 1.1 модели. Значит, в результате что мы получаем? Мы получаем выражение для Сигма, которое мы затем используем для корректировки наших доходностей активов. Это единственная цель первого этапа, которая общая для всех моделей этого типа. То есть мы просто берем каждую доходность каждого актива с индексом И, получаем Сигма и делим каждую доходность на значение этой Сигмы. Дальше, в последующем, мы работаем только с этими стандартизированными доходностями Эпсилон. Это единственное, что нам нужно в дальнейшем. Второй этап, который также общий для всех этих моделей, для этой группы. Значит, мы описываем Эчки через матрицу условной корреляции между этими стандартизированными доходностями Эпсилон Ти, которые я только что привела. Значит, это очень важный момент. Значит, что происходит здесь? Мы просто берем Сигма, которые получены на первом шаге, создаем диагональную матрицу, и дальше забываем о существовании этих матриц детей. Мы работаем с Артем. Это единственное, что нам нужно для того, чтобы затем получить Лични. Единственное неизвестное в данной ситуации – это Артем. Теперь, каким образом различаются эти модели разные? И я вам объясню, почему мы работаем с одной и с другой. Значит, первое, самое грубое допущение, которое можно сделать в отношении этой матрицы корреляции, что она постоянная. И это очень широко используется в практике. То есть предполагают, что момент времени Т – это просто матрица А, и в данном случае мы знаем тривиальным образом значение элементов матрицы Эйчки. Зная значение Сигма, полученное на первом шаге, значит, все очень просто. Мы имеем выборку, мы оцениваем, получаем значение. И, естественно, нам не надо беспокоиться ни о параметрах модели, ни о ограничениях на эти параметры, ни о стационарности, ни о чем. И это модель, которая очень широко используется в практике. Значит, другой вариант. Здесь я не буду останавливаться. Это довольно сложно описанное. Просто для того, чтобы вы видели, что существуют разные модели. Теперь мы фокусируемся на специфичном типе моделей, с которыми мы работаем, для которых метод оценивания предложен в нашей работе. Значит, это 10 моделей. Это так называемая динамическая модель условных корреляций. Значит, в 2002 году она была описана впервые в работе Энгла. Суть заключается в следующем. У нас более нет необоснованного предположения о постоянной корреляции между доходностями. Мы предполагаем, что есть какая-то динамическая модель, которая описывает значение матрицы RT. Что в этом выражении 12 происходит? Все очень просто. У нас есть какой-то QT. Мы моделируем это с помощью уравнения. И затем мы берем диагональные элементы этой матрицы и делим диагональ... Грубо говоря, что происходит, мы делим просто диагональные элементы QT на произведение квадрата, на произведение корней. Что происходит? Мы получаем на диагонали единицы. Что необходимо у нас для получения матрицы корреляции. Иначе RT мы не можем назвать матрицей корреляции. Значит, этот шаг лишь для этого. Далее у нас есть описание модели QT. Это основное выражение, с которым мы работаем. У нас есть параметры AB, есть параметр S. О параметре S можно забыть, в принципе, потому что с помощью так называемой процедуры таргетирования мы можем получить значение этой S, используя, опять-таки, выборку. Мы забываем о существовании этого параметра. Есть масса работ, которые обсуждают, каким образом оценить это S. Правильно ли предполагать, что можно оценить с помощью выборки, или можно сделать это S, зависящее, опять-таки, от параметров A и B. Это уже другая история. Значит, мы предполагаем, что S оценено предварительно. Единственная проблема, в данном случае для нас, это A и B. А что это происходит? Значит, что это такое? У нас это произведение просто поэлементное произведение матрицы. То есть мы берем и J. Значит, можно посмотреть на это выражение и забыть о том, что у нас есть матрицы. Что у нас есть? У нас есть какая-то постоянная члезь, у нас есть параметр A. У нас есть произведение предыдущих значений доходности этих стандартизированных доходностей Epsilon и предыдущие значения QT. То есть, в принципе, динамика очень похожа, например, на Гарч-модель. Какова сложность данная ситуация? Сложность заключается в том, что, естественно, когда у нас N велико, достаточно велико, количество параметров, естественно, даже если мы работаем с матрицей A и B, которые являются симметричными, это будет большое N. То есть, это 1, 2, N, N, плюс 1. И у нас таковых матриц здесь. То есть, понятное дело, что количество параметров какого. Что делать в данной ситуации, когда методов оценивания таких параметров не существует? Непонятно, как оценить такую модель, несмотря на то, что предполагается, что она должна быть хорошей, адекватной, корректной и так далее. Что делать в данном случае? Предполагаю, хорошо, мы не можем оценить все параметры этих матриц. Я вернусь к этой модели. Здесь я должна сделать небольшое отклонение в сторону. Несмотря на то, что у нас есть вот это выражение 15, у нас есть эта модель, опять-таки, те же сложности, которые возникали у нас на предыдущих типах моделей, то всех моделях они присутствуют. Опять-таки, у нас есть ограничения на параметры, которые должны быть учтимы. То есть, в данном случае, для каждого элемента матрицы А и Б, их сумма должна быть по модулю меньше единицы. У нас есть ограничения положительной определенности, которые, как вы видите, с точки зрения, скажем, методов оценивания, представляют большую проблему. Потому что получить оптимизационный алгоритм, который на выходе даст нам значение параметров, которые будут удовлетворять этим ограничениям, это нетривиальная задача. Поэтому, какие основные вопросы возникают в данном контексте? Это различные способы описания этих матриц А, А и Б. То есть, каким образом надо описать эти матрицы, скажем, какую спецификацию для этих матриц выбрать, для того, чтобы нам было проще оценить эти параметры. И предложить какие-то методы оценки, и в дальнейшем посмотреть, какие же из этих различного рода моделей, которые я вам сейчас покажу, будут лучше. Значит, основной акцент нашей работы это так называемых четырех, ну, можно сказать, пяти видов этих DCC моделей. Значит, в первом виде моделей у нас нет никакого допущения по поводу значит, матрицы А и Б, кроме того, что они симметричные, и больше, по сути, мы ничего не знаем. Второе, это когда у нас матрица образована произведением это просто матрица, которая имеет все равно индийца, произведение на число. И это как раз те скалярного типа модели, которые используются, как правило, в практике. И нашей целью нашего изучения было показать, что как раз тот факт, что отсутствуют методы оценивания для моделей, которые описывают эти параметры А и Б более сложным образом, не позволяет перейти к использованию этих моделей на практике. И также показать, что нам даст тот факт, что мы сможем эти параметры оценить. Если у нас есть простая скалярная модель, методы оценки, которые нам известны, чем же лучше этот подход или иной. Значит, у нас есть общая DCC-модель. Значит, общая DCC-модель, это, ну, она называется в литературе АДАМАД-ДЦСИ. Значит, что мы делаем в данной ситуации? Мы опять-таки используем этот оператор матрич. Мы знаем, что матрица А и Б может быть определена через этот оператор, через вектор А и Б и Б в АРН. И мы просто триггерным образом переписываем выражения для нашей модели, используя этот оператор. Мы переписываем обращения для наших параметров в соответствующем виде. Значит, эта модель, как я сказала, очень сложна в оценке. И поэтому, как правило, что делается в литературе в основном, и это то, что люди подразумевают, говоря, в DCC-модели, это работа со скалярными моделями. Значит, что происходит? Имея сложную модель, ну, так скажем, с какой-то точки зрения сложно описывающую динамику, изменение условных корреляций и так далее, что происходит? Берутся просто два параметра А и Б, умножаются на матрицу с единичными элементами и предполагается, что вся динамика описывается выражением 23. Что, естественно, очень просто с точки зрения оценивания параметров. Но тут можно поставить вопрос о том, стоит ли использовать такую модель, если единственные параметры, которыми мы руководствуемся, это всего лишь параметр А и Б, для описания динамики как угодно большого количества доходности актива. То есть, N может быть каким угодно большим, а всего лишь два параметра. То есть, что мы предполагаем? Мы предполагаем, что корреляция между этими доходностями. Она одинаковая для всех пар, что, грубо говоря, является очень необоснованным. Значит, методы оценки для такого типа модели они существуют, безусловно. Но мы будем работать вот с такой общей моделью. Мы предложим алгоритм, как оценить параметры для такой модели. И также мы работаем с тремя другими типами подобными моделями. Значит, что если мы не знаем ничего, по сути дела, мы не знаем ничего об этих матрицах А и Б, кроме того, что они симптичны. Можно предположить, что эти матрицы имеют какой-то общий рамк, например, равен единице. Что в этом случае происходит? Это модель, которая известна в литературе. Значит, таким образом мы избавляемся от двух ограничений о положительной определенности матрицы А и Б. Потому что по своей конструкции произведение лектора А на трансфонированный лектор дает нам положительную определенную матрицу. Следовательно, мы можем избавиться от этих ограничений. И что еще здесь происходит? У нас есть еще одно ограничение идентификации, которое позволяет нам по уникальному образом идентифицировать параметры. Первый элемент нашего параметра А и Б фиксировать его для получения уникального вектора А и Б, который нам позволит получить модельчинные параметры А и Б. Значит, это такой вид модели. Что, если мы хотим описать, например, хорошо, в литературе известен общий вид, параметры которого неизвестно, как оценивать. Есть скалярный, очень простой. Параметры понятно, как оценить, но непонятно, насколько эта модель хороша или плоха, потому что никаких других вариантов не существует. Есть модель с рамк 1. Что, если у нас есть рамк больше единицы? В этом случае мы можем опять-таки сделать подобные вещи, введя вот этот оператор Матер. Значит, что делает Матер? Это очень простой оператор, который конструирует для нас из вектора В просто матрица, у которой верхняя правая часть содержит внули, это прямоугольная матрица, значит, размерностью, в данном случае, Nr, где R это ран, просто заполняет нижнюю левую часть матрицы значением вектор. И у нас есть обратный оператор, значит, у нас есть ВК, который из данной матрицы составит для нас. Значит, для чего мы это делаем? Какого размера мы можем? Nr. Nr, да. Для чего? Для того, чтобы потом после произведения двух матриц Матер от А на Матер А от А транспонированной мы получили ту матрицу А размерностью N на N, которая нас интересует. И, по сути дела, здесь R может быть любым, скажем, больше единицы, ну, в случае, когда R равно N уже рассмотрен, поэтому у нас это неизвестит. Значит, далее. В данном случае, каким образом выглядит эта модель? Мы видим, что, опять-таки, мы переписываем эту же модель, только с использованием этих операторов Матер. Значит, основной момент, который присутствует в данной модели, это тот факт, что, когда у нас есть огромное количество моделей, скажем, с различным рамбом, с различным видом спецификаций для этих матриц А и В, мы можем оценить эти модели и затем выбрать то, которое нам нужно для данного набора биоретических данных. В этом заключается, как нам кажется, ценность того, что мы пытаемся делать. Значит, еще одна спецификация, которую мы предлагаем, это так называемая ALMAN DCC. Значит, ALMAN, это просто, я не буду останавливаться детально, значит, это просто частичный случай вот этого ранг-1 DCC модели, этой модели, только у нас описывается значение вектора А и В через какую-то функцию, она называется ALMAN функция, значит, она в работе ALMAN 1967 года, каким образом этот оператор работает, он с помощью, значит, экспоненты, которые у нас действуют на индексы, что очень важно, потому что индексы у нас варьируются в единице дуай, наверное, может быть, большим, значит, она дает нам какой-то вид профиля, скажем, для этого вектора. Значит, что происходит здесь? Ну, для краткой иллюстрации. Значит, вы видите, что здесь у нас, скажем, количество доходности активов 30. Возьмем как равное 30. У нас есть вектор, который описывает в случае ранг-1 параметры этих матриц А и В. Значит, есть и скалярный вариант. Что у нас происходит? Ну, все элементы у нас равны одному значению. В случае ранг-1 у нас каждые элементы, значит, принимают какие-то значения, которые у нас оцениваны на эмпирических данных. Что делает Алман? Он дает нам какую-то сглаживающую функцию для этих. То есть это что-то среднее между скалярным вариантом и, скажем, ранг-дефишент вариантом. Какой выигрыш? Что у нас только три параметра. Для матрицы А у нас три параметра, и для матрицы Б три параметра. То есть теперь у нас есть огромный выбор. У нас есть скалярные модели лишь с двумя параметрами, у нас есть Алман с шестью параметром, у нас есть модели с разным рангом, и у нас есть общий А до Марк вариант. Значит, что теперь мы хотим сделать? Мы хотим, значит, ну и еще один вариант, который мы предлагаем. Поскольку у нас вот эта спецификация Алман зависит от индекса, понятным образом нам надо как-то обосновать выбор порядка наших активов в определенную последовательность индекса. Значит, это делается с помощью этого Алман-шафла. Значит, таким образом мы это делаем. Мы просто берем писяно анализ... Шафулу, ну это перемещение. Перемешивание. 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 Значит, мы просто подбираем такой порядок индексов наших активов, чтобы этот профиль, который мы задали для наших параметров, он более-менее соответствовал тому, что происходит с доходностью. Ну, это инженерный, скажем, вариант такой, поэтому это просто для того, чтобы опознавать использование такой типа параметризации, который, кстати говоря, умеет... Ну, я покажу дальше статистические тесты, что вот эти две модели, которые мы предлагаем, они на самом деле пройдут себя очень... Хорошо, Светлана. Вот пока все эти респечесные модели, они дают симметричные реакции на ипсон, положительный или аффициент на ипсон, да? Да. Часто рассматриваются несимметричные? Вы не рассматриваете? Когда реакция на отлицательные скачки предыдущие дает больше волатильности, чем положительный скачок? Значит, теперь у нас есть набор таких моделей, с которыми мы работаем. Теперь мы переходим к оценке. Я немножко буквально... Значит, у нас есть параметры для каждой модели. То есть, ну, как видно, для общего случая это n параметры, для скалярной это у нас... Для каждой матрицы у нас будет всего один параметр, для ранга 1 у нас n, и так далее, и так далее. Значит, для аумен у нас 3. И что далее мы делаем? Значит, это график иерархии этих моделей. То есть, понятное дело, что скалярный у нас есть самый общий, и далее у нас стрелками мы показываем, скажем, последовательность включения данной иерархии. И количество параметров. Этот вопрос очень важен. Почему? Потому что, скажем, у нас есть 30 активов, да? Для общего случая, в связи мы видим, что у нас 930 параметров, которые необходимо оценить. Кроме еще ограничений на эти параметры. То есть, опять-таки, это стационарность и положительная приоритетность. Что делать в данной ситуации? Что делать с алгоритмом, который позволит нам оценить эти параметры? И опять-таки, мы видим, что для ранг 2, например, это 118, 60, там 6 и 2. Одна проблема – это оценивание параметры, а вторая проблема заключается в том, что хорошо мы оценили параметры. Кто может сказать, что наличие 930 параметров даст нам лучшие результаты с точки зрения прогноза, чем, например, наличие всего 2 параметров? Это неизвестно. Для этого необходимо оценить эти параметры и затем проводить статистический анализ на конкретных перечислих данных. Что мы делаем с процедурой оценивания? Мы строим функцию максимального правдоподобия. У нас есть зависимость от параметров через вот эту арт, матрицу условной корреляции. в которой у нас эти параметры фигурируют. Это довольно стандартная процедура. Мы построили эту функцию, мы ее максимизируем, получаем параметры и в одно и то же время мы контролируем вопрос о удовлетворении этих ограничений, которые у нас существуют для параметров. Значит, что мы делаем? Да, еще здесь важный момент. На первом шаге, как я говорила, у нас была Гарча 1.1 модель. Мы ее оценили одинаково для всех этих моделей. И мы заменили параметры theta 1 здесь на эту оценку и забыли про него. В дальнейшем мы работаем лишь с функцией, которая зависит от этой theta, которая включает в себя эти два параметра, которые специфичны для каждого типа из этих описаний моделей. Значит, что мы делаем? Оптимизационная проблема. Оптимизационная задача. Значит, мы, у нас есть оптимизационная задача с ограничениями. У нас, нам необходимо получить значит, вид градиента для нашей функции максимального протоподобия, для того, чтобы, значит, оценить параметры. И нам необходимо для каждой из этих моделей получить это. Получить также ЕГОБИАНТО, что я дальше покажу. И теперь мы должны беспокоиться, беспокоиться о ограничении. Каким образом нам сконструировать нашу оптимизацию, при которой эти ограничения будут удовлетворены. Значит, в этой статье, о которой я уже говорила, был предложен этот метод дивергенции Брэнтона. Значит, что происходит? Значит, да, я сейчас расскажу. Значит, здесь у нас приведено, пусть не пугает эти выражения, значит, что мы делаем здесь? Значит, мы даем выражение для градиента нашей функции максимального протоподобия. Значит, здесь это общая часть для всех. То есть это лишь градиент нашей функции правдоподобия по ht. Дальше у нас есть общая часть для всех, потому что здесь это оператор, который беспокоится о зависимости ht от параметров а и b матриц. И дальше у нас есть специфичная часть, которая отвечает за описание той или иной модели зависимость от параметров а и b матричных от внутренних, так называемых, параметров. Мы их называем intrinsic parameters. То есть это либо эти скалярные параметры, либо эти вектора длины n, n большое и так далее. Значит, мы даем рекурсивные формулы для получения выражений для этих операторов. Значит, ничего здесь сложного, это лишь алгебра, значит, матричное исчисление и ничего больше. Значит, в дальнейшем что мы делаем? В этом продолжении этого результата мы даем определение этих операторов для каждого случая. То есть для общего случая он у нас есть, для ранга любого, у нас есть для ауман, есть для скалярного. То есть этот результат, не надо обращать внимание на детали и так далее, потому что все равно у меня нет времени описать, каким образом это все происходит. Единственное, что мы должны знать, это то, что у нас теперь есть возможность получить в явном виде выражение для градиента эффекции максимального партнеподобия. Что, по сути дела, нам нужно для нашей оптимизации. Значит, на этом слайде я просто привожу, что нам делать. Мы не можем работать с матрицами для нашей оптимизационной процедуры, скажем, с целями программирования этой процедуры. Мы переходим в векториальную форму. Это все, что сделано здесь. Мы получаем просто рекурсивные формулы для получения на каждой операции значения А, Т, вот этого С и Т, которые у нас... Единственным условием является инициализация, да, начальная. Мы принимаем какие-то значения, значит, это результат лишь для того, чтобы показать, что в векториальной форме это все может быть описано, и мы можем получить явном виде. Значит, что же нам делать теперь с ограничениями? Для ограничения мы используем вот этот метод дивергенции Брагмана. Значит, что позволяет этот метод сделать? Значит, дивергенции Брагмана, ну, это, скажем так, релаксационный метод, который еще пользуется для такого рода проблем. Значит, у нас есть D, которое определено вот таким вот образом. Значит, основная суть здесь заключается в том, что для матрицы, например, мы используем вот эту Берг-версию, в принципе, даже в пункте 1 мы можем просто взять, значит, эту меру в виде дивергенции Брагмана и работать с ней. Но важный момент здесь заключается в следующем. Допустим, у нас есть оптимизационная задача, которая определяется вот таким вот образом. У нас есть функция, которая зависит от А, у нас есть ограничение на А. Значит, мы строим локальную модель. В данной ситуации, что мы делаем? Да просто, скажем так, метод штрафа. То есть, у нас есть штрафной член, который будет отвечать за то, чтобы наше ограничение было удовлетворено. Каким образом? Значит, я вам приведу просто график для того, чтобы понять, как оно работает. Значит, у нас есть наша функция, которую нам необходимо минимизировать. И мы строим эту локальную модель. Значит, в том случае, когда мы, скажем так, используем просто квадратичный штраф в данной модели, вот тут получается функция вот в таком вот виде. Значит, что происходит? Как только мы пытаемся найти минимум этой функции, мы получаем значение, очень часто параметры, которые уже, значение которых не удовлетворяем нашему ограничению. Значит, что делает вот эта пенализация обратного, да? Что происходит? Вот этот штрафной член, он конструирует для нас локальную модель вот в таком вот виде. Как только мы приближаемся к, скажем, значению параметра, где наш ограничение более неудовлетворено, наша функция растет. Что приводит к тому, что на следующей итерации мы вернемся обратно, поскольку итерации неудовлетворены. То есть это такого рода штрафной член, который позволяет нам оптимизировать задачу с ограничением. Очень эффективно. Штрафа положит очень много. Да. Так что, его дают действительно правильное решение? Да. Что-то очень правильно. Оно с полной и правильностью. Да-да. Он очень правильно зависит шраф. Да. Нет, извините. Почему он будет сходиться? Ну, есть масса статей по поводу такого о сходимости и так далее. Можно отбрасывать все время будет. Дело в том, что штраф... Значит, штраф... В чем вопрос? Нет, нет, все. Нет, все-таки как штраф выбирается? Значит, штраф выбирается. Сейчас покажу, как. Значит, штраф. Значит, у нас есть наши ограничения на параметры. Значит, в принципе, все эти штрафы можно сгруппировать в эти три бута. Значит, у нас есть ограничение положительной определенности. У нас есть M, которое, в принципе, является в данном случае значит, M определенного каких-то параметры. У нас есть итерация K. И штраф определяется вот в выражении 58 или 59 в зависимости от характера наших ограничений. Значит, что происходит? Как только мы приближаемся к области, где ограничения были неудовлетворены, этот штраф растет. И, следовательно, для оптимизации позволяет нас вернуть обратно к той итерации, которая была предварительная. Мы опять задвигаемся дальше. Опять, если мы видим, что наш штраф растет, это позволяет обратно вернуться на предыдущую итерацию и таким образом обеспечивается сходимость. Штраф является просто сексифровой функцией, которая уммунизируется. Да, да, да. Локальная штука, да. И вы уммунизируете просто функцию плюс штраф, да? Да, да. Как-то вы сказали, когда он возвращается, что-то ничем не возвращается. Просто уммунизируется. Ну, на каждой итерации я объясняю, скажем, на каждой итерации мы проверяем значение нашей функции, да? И штраф, что происходит с помощью штрафа, что у нас значение функции растет. Естественным образом, что для достижения минимума мы будем вынуждены повторить процедуру суммы. На самом деле, правильно я понимаю, что просто целью функции вы добавляете некоторые штрафы, и дальше уменизируете и максимизируете. в этом смысле. Это тоже дальше уменизирует. Значит, для нелегийных. Глупый вопрос задать. Когда одномерное, ну, вообще-то, одномерное, там, вы модерили, то есть, и сигма квадрат, то, чтобы сигма квадрат всегда было положительным, мы можем представить Е в степени, там, дельта квадрата, да? Да. Здесь не множество того... Вы имеете в виду сигма на первом шаге, или нет? Нет. Предположим, вообще все одномерное. И вот дисперсия не матрица, а скаляк сигма квадрата. Да. Вы тоже минимизируете, чтобы в результате минимизации сигма квадрата получился этот царк, он его делает, как Е в степени дельта. Да. Не надо что-то с матрицей. Сделать с самого начала матрицу представить в фонтовите, которую заведомо положить на определенное. параметризации. Так вот, я же предыдущие слады как раз и показывала варианты параметризации этих матриц. Да? Потому что диалогов не кишкаф, чтобы заведомый результат был. Да, заведомый результат не получится. И по одной простой причине. Сейчас я покажу. Такого не бывает. Сейчас. Значит, возьмем, например, вариант бэк-модели, здесь заведомо мы получаем положительную определенную Эт-четину. Хорошо. Да? Но у нас, тем не менее, есть ограничения связанные с стационарностью. То есть все равно мы не можем представить эти матрицы в каком-то виде таком, чтобы все равно обеспечить стационарность. В любом случае нам придется работать с ограничением. А там, когда мы делаем идифицируем, и там оно как бы работает на положительную определенность именно стационарность, да? Да, потому что стационарность в данном случае носит характер ограничений на положительную определенность. Ну да. И как? Не только на положительную? В данном случае. Там есть и линейные. Ну, я показываю. Сейчас. Можно сказать? Ну, скажем. Ну, например, ограничение идентификации. Это просто положительность этих диагональных элементов нашей матрицы А-чинтон, да? Нет, ну вот у вас прям явно написано 30-ти стационарность. Да-да. Ну, это просто, скажем, это не матричного типа. Вот сейчас я покажу вам здесь для классификации этих штрафов. Сейчас. То есть на самом деле получается так. Мы группируем их на ограничения, которые мы делаем просто с положительностью. Есть ограничения, которые работают с матрицами. Но, по сути дела, мы используем те же самые штрафы для всех этих типов ограничений. Естественно, если у нас ограничение какого-то линейного характера или нематричного типа, то, возможно, нет никакого смысла работать с такого типа штрафа. Это слишком сложно. Но в данном случае, когда мы имеем дело с матрицами, нам необходимо удовлетворить положительные определенности, задача представляется сложной. Я не знаю, как по-другому, скажем, можно с этими ограничениями работать. Ну, опять-таки, мы строим вот эту локальную модель, которая у нас представляет собой первоначальную плюс вот эти штрафы, которые в зависимости от количества наших ограничений, с 1, 2, и с 3, они группированы в такие группы. То есть для каждого нам надо определить штрафы. Значит, что мы делаем? Значит, ну и далее, локальная оптимизационная проблема. Мы решаем локальную оптимизационную задачу. Скажем, мы записываем, ищем минимум нашей функции F-тильда, и для этого нам необходимо вычислить вот этот градиент нашей локальной модели. Значит, для вычисления градиента нашей локальной модели здесь ничего сложного. Мы просто считаем градиент каждого штрафа для каждого ограничения. И в дальнейшем мы приводим еще нам необходимые габианы для того, чтобы использовать метод Ньютона-Рауса. Значит, и в данном случае выражение, ну, несмотря на то, что оно выглядит довольно громоздким, единственное, что здесь происходит, это у нас есть три члена штрафные, которые добавляются к первоначальному варианту, которые являются собой просто, значит, дополнение к нашей исходной задаче. Значит, теперь, для чего мы все это делали, почему мы предложили такой метод? До этой работы, скажем, методов оценивания параметров для такого типа моделей нет, то есть не существовало. Мы предложили метод для того, чтобы оценивать параметры таких моделей. Теперь остается вопрос о том, хорошо, у нас была скалярная модель, очень простая, у нас было два параметра, мы могли их оценить любыми другими способами. Значит, у нас есть теперь огромное количество других вариантов для описания моделей. Какая из этих моделей хороша, корректна, является ли неадекватна? Если мы берем какие-то эмпирические данные, каким образом эти модели эффективны или нет, они будут работать с этим данным? Значит, что мы делаем? Мы берем эмпирические данные двух периодов. Значит, ну, как правило, в литературе принято брать два периода. Почему? Потому что нас интересует не только, скажем, качество работы модели на периоде, который используется для оценивания параметров, ну, скажем, T-S, а здесь у нас будет, а здесь у нас будет, значит, у нас T будет, мы берем сумма, T-S, плюс T какой-нибудь там, ау, здесь у нас тракус. Значит, этот период берется для оценивания параметров. Но нас интересует, насколько эта модель будет эффективно работать с точки зрения прогнозирования, например, для данных, которые приведены между T-S и T-MITAN. Это так называемое out-of-sample исследование. Значит, в этой ситуации что происходит? Мы берем два периода, в первом периоде у нас есть кризисные явления 2008 года, значит, входят в out-of-sample, значит, вот это T-out, сюда, в этот кусок наших наблюдений, и, значит, данные, которые не содержат кризисных каких-то явлений 2008 года, содержатся в периоде, который мы используем для оценивания параметров. Второй период – другая ситуация. мы берем, грубо говоря, теперешний момент. То есть, когда у нас кризисные явления содержались в T-S, и у нас есть теперешний момент времени после 2009 года, мы хотим определить, насколько наша модель будет эффективна для прогнозирования значений матрицы условной гавариации для момента времени T-out. Потому что, как правило, если исследование проводится на одном или на другом, остается вопрос о том, насколько модели будут хорошо работать, скажем, когда информация о каких-то необычных кризисных явлениях содержалась в эмпирических данных в момент оценивания, или когда их не было. То есть, какая модель будет лучше работать. Значит, что мы делаем? Мы эти данные обрабатываем, это довольно, скажем так, стандарт в экономической литературе. Мы, значит, производим, скажем, фильтрацию этих данных с помощью какого-то регрессии. И мы работаем уже дальше только с, значит, в данном случае это с остатком вот этой регрессии. И используем именно эти данные для того, чтобы оценивать параметры и дальше тестировать, скажем, эффективность модели. Значит, вот статистические результаты, которые мы получили при работе с разного типа моделей. Значит, у нас есть, вы видите, скалярного типа модель Алмана, Матшапа, который мы предложили, значит, и ранг с 1, 1,2, и Адамарк, общего типа, которые были в литературе, но для всех этих моделей, скажем, алгоритма для оценивания параметров не существовало, кроме скалярного. Значит, что мы делаем в данном случае? Мы делаем тест, который позволяет нам с помощью AAC-теста установить, какая из этих моделей является лучшей. Значит, это даем AAC-тест. AAC-тест это просто тест, который позволяет это акайке информационно-это акайке и таблетки. Значит, что мы делаем? Это тест, который используется для выбора моделей. Вот у нас есть какой-то набор моделей, мы хотим выбрать какую-то. Значит, этот тест уносит характер только, насколько хорошо наша модель была оценена и проявляет себя в интервале именно вот этом. То есть, никакого out-of-sepal в данной ситуации нет. Мы просто определяем, насколько для данных наблюдений наша модель работает. Хорошо или плохо. Значит, в данной ситуации что происходит? Выбирается, что уже неплохо, модель, которая отлично от скалярная. Потому что наша основная цель показать, что скалярная модель, у которой лишь два параметра, которые можно было оценить, не является самой лучшей. То есть, в некоторых ситуациях возможно она работает, но, как правило, более богато описанные модели, они работают гораздо лучше. Ну, вы взяли критерия кайки, где некоторый штраф за лишний параметр, в принципе, взяли критерий по Шварцска, может быть, с скалярным будет зависеть от критериями? Зависит от теста. Штраф за лишний параметр, который в критерии. Да. Пока не маленький штраф. Ну, дело в том, что... Знаешь, а Шварцска в своей речи разница какая-то 619, я думаю, что Шварцска тоже... Ну, это обычная критика, которая, как правило, присутствует, потому что тестов огромное количество, то есть, я признаю, что можно выбрать любой, какой угодно тест, но, в принципе, это стандарт. Что остатки я пропустил на предыдущем славе? А каких остатков что-то меньше? Значит, что мы делаем? Мы как фактор берем... Что здесь и Z было? Значит, как фактор, сейчас я уникну. Значит, у нас ZT, ZT, это у нас логарифмическая доходность, берется просто из B500 и Y. Значит, Y это то, с чем мы будем далее работать. То есть, Rt это наша доходность, которую мы получили из литвических данных. Мы просто строим регрессионную модель и мы работаем далее уже с Y. Для чего? Для того, чтобы отфильтровать общий фактор для этих всех доходностей. Это доходность какого-то актива, да? R и D, да. R и D это индекс актива. И это номер актива, да? Да, да, да. R и D это доходность в момент D, доходность актива Y. Да. Значит, Z, T это доходность с первой активностью. Нет, нет. Z, T это общий фактор SP фасмага Y. Мы берем этот индекс. Доходность индекс. Да, да, да. А Y? А Y это то, что у нас получается после реквизии. А вот, смотрите, там все написано, какие-то это логарифмы заходы на Y. А, правильно. А, правильно. С многих документов, да. Нет, нет. Дело в том, что в предыдущих... Сейчас я... Я изменила просто здесь... Сейчас, секунду. R. А, да. Совершенно верно. Почему остатки репрессии актива на остатки? Совершенно верно. А, поскольку здесь со знаками минус, мы просто переписали остатки в левую часть, мы работаем теперь так же с A и D, как мы и работаем. Я просто изменила здесь определение... То есть, в качестве... Вы берете просто регрессию... А, с... Реального актера... Совершенно верно в том числе. Да? Стандарт зрения всех активов, в том числе R. Да, да. То есть, вы берете регрессию вот этого актива Y, и Y, и T, это все-таки фактически то же самое, что R, да? Да, да, безусловно. Это все активы на той же бирже, да? Да, да, да. То есть, вы делаете регрессию на общий индекс, берете остаток совершенно верно. С этим остатком мы и работаем для модели. А, вы учитываете, как мы и есть, да? Да. А, понятно. Значит, сколько активов? Сейчас я приведу там. Понятно. Вы выкидываете... Значит, вы работаете с количеством активов до 30. А уже 5? Скажем так, для модели WeggGarch... А как вы выбираете? Самые крупные фирмы? Значит, мы берем GIA и мы берем по алфавитному порядку 30. Ну, GIA 30, да. 5, 100? 30 компонентов. Нет, это 5 компонентов. 5 первых 5 по алфавиту. Ну, я объясню, что в принципе нет большой разницы. Мы пробовали брать комбинации различные, но по большому счету результатов этого не было. 30 компонентов. Значит, 30 компонентов мы взяли, отфильтровали общий, скажем так, фартор для всех и доходностей. И после этого мы работаем уже с R и T, которые предъявляются таким образом. на самом деле здесь правильно сделано. На самом деле здесь Что-что? Ну, в Игрессии есть некоторая проблема, потому что Z входит и R и T, тоже. А какая-то проблема в ДГИНОС? Видимо, не важно все равно. Возможно, это не так существует. Мы в КПМ берется, как правило, какой-то индекс. Для подготовки эмбирических данных мы пытаемся отфильтровать общий, скажем, данный для всех данных. Понятно. То, что вы сделали, говорит Анатолий Абрамович, на самом деле, когда вы берете такую отфильтровываете то, что вы говорите, то есть делаете регрессы, то, ну, вообще, действительно, возникает такая вот проблема эндогенции. Ну, это индекс, а это компоненты. Ну, да. Ну, на самом деле, я понимаю, что так делают. Значит, я могу сказать, что мы сделали двумя способами. Мы работали и с данными, которые получили после КПМ, и без. Но результаты абсолютно сопоставимы. Единственное, что, как правило, мы получаем критику, если нет в КПМ-регрессии, потому что считается, что есть какой-то общий фактор у этих доходностей, которые присутствуют и которые мы необходимо отфильтровать. Именно поэтому мы сделали так. Потому что, как правило, это вопрос, который задаётся то, что мы сделали. И после этого мы работаем с этими ARP, мы берём все эти наборы DCC моделей, мы оцениваем параметры и проверяем, значит, статистическими тестами их качество. Что делается во второй строке? Хорошо. Можно сказать, что Акайки выбрал для нас эту модель, но кто сказал, что она намного лучше, чем, скажем, скалярная? Да? Он выбрал лучше, но насколько она хороша для того, чтобы работать с огромным количеством параметров, мучиться с их оцениванием. Если, например, модель скалярная даст нам два параметра, и они будут неплохо работать с этими для данных и перечискивать данные. Значит, вторая строка, как раз это тест отношения, значения функциям правдоподобия. Значит, это LR-тест, так называемый. LR-худ-ращure-тест. Значит, то, что он делает, мы сопоставляем каждую модель со скалярной. И в данном случае мы... Со скалярной, да? Именно берёте? Да, именно со скалярной. Именно поэтому для скалярной не проведено. Значит, видно, что эта модель в принципе так же, как и Акайки-тест этот тест даёт тот же самый результат, что в данном случае. Но это, опять-таки, только в, скажем, в границах, где мы оценили. Да. Хотя, в принципе, если посмотреть на значение самой функции правдоподобия, то лучший результат даёт общее. Почему? Чем большее количество параметров, естественно. Поэтому для нас, в принципе, было приятно убедиться в том, что в данном случае не самая богатая параметризированная модель даёт нам лучший результат. Значит, это два слайда, на которых я вам хочу показать проблему, которые существуют с этими моделями, и над чем мы сейчас работаем для того, чтобы эти проблемы побывать. Значит, это присутствие так называемого паруса. Значит, что происходит? Вот мы берём количество активов n равно 5, и мы двигаемся к 30. Что происходит с элементами матрицы А для любой из этих описаний моделей? То есть, в данной таблице что вы видите? Мы берём матрицу А, которая получена с помощью внутренних параметров, специфичных для каждого типа, и мы берём все эти элементы, составляем из них вектор, и берём просто среднее квадратическое отклонение и так далее. Что мы видим в данном случае? Что для Адамарда, вот посмотрите, для общей модели мы имели там 83 с увеличением количества активов, значит, величина падает. То же самое наблюдается для других моделей, однако же меньше, например, для Алмана или Алмаршал, гораздо меньше, что уже является неплохим достижением, поскольку, как правило, количество активов, с которыми мы работаем, велико. То же самое наблюдается с матрицей В. Это, скажем, просто для того, чтобы сказать, что есть проблема в этих моделях, безусловно. Она не решается с помощью нового вида описания этой модели, с которой мы работаем, нового алгоритма оценивания параметров, однако, которую мы уже сейчас стараемся исправить с помощью следующей нашей работы, это с помощью так называемых композит лагер-хрустный метод. То есть тогда, когда функция правдоподобия немножко по-другому конструируется, мы работаем с оптимизационной задачей для того, типа конструкции, и после этого нам удается решить каким-то образом проблему этого появления этого процесса. Значит, теперь интересный тест для тех, кто когда-либо будет встречаться с вопросом о том, как же сравнивать модели между собой. Огромное количество тестов, что делать? Если один тест может дать один результат, другой другой, и так далее, и так далее. То есть каким тестом у кого создаться, не совсем ясно. Значит, что мы делаем в данной ситуации? Мы используем так называемый метод Model Confidence Act. То есть что он создает? Он нам создает какое-то подмножество моделей, которые с точки зрения того или иного критерия являются более эффективными. Значит, функция потери, в данном случае вот этот DT, может быть определена каким угодно образом. В данном случае что мы делаем? Мы контролируем, насколько наша модель способна описать корректным образом динамику условной корреляции между нашими вот этими корректированными доходами. Значит, разница между произведением этих хайпсеронов и наша корреляция, которая получена как элементы матрицы А, D с помощью той или иной модели. Значит, что мы видим? Для первого периода. Я напоминаю, что в этом периоде у нас были не кризисные явления в первом интервале, а затем кризис был в периоде D out, и задача была спрогнозировать, что произойдет в этом периоде, что является довольно сложной задачей данной ситуации. Что мы видим? Что скалярная модель до количества, скажем, активов до 20 ведет себя очень неплохо. После этого он начинает вести себя опять-таки неплохо. О чем это говорить? У этих моделей очень маленькое количество параметров. То есть, по сути дела, если мы хотим оценить параметры, с помощью этих параметров прогнозировать поведение поведение нашей матрицы условных вариаций в периоде времени, в котором содержится информация, не имеющего ничего общего с предыдущим, то тогда наиболее простая модель, как вы говорите, даст прекрасный результат. мы берем просто константу А и В, и по сути, она нас даст лучший парус. Для Алмана опять-таки мы видим, что то же самое происходит хорошо. Оскалярная модель становится номер два, значит, эта нумерация дает, грубо говоря, ранжирование между этими моделями. Но Алман опять-таки с маленьким количеством параметров ведет себя очень неплохо. Все то, что не обозначено жирным и не красным, с точки зрения статистического теста не значим. то есть, в принципе, мы можем забыть о других результатах, которые приведены в черный. То есть, эти модели не различивы между собой. Значит, что происходит в периоде 2? То есть, по сути, это период, в котором мы сейчас живем. Значит, в этой ситуации мы видим, что Алман Шахлл, да, и модель Алман, по сути дела, для различного количества активов ведет себя, если мы посмотрим на общее очко как бы этих моделей, то оно минимальное для Алман Шахлл. так? И, по сути дела, вот эти две модели, ну, плюс еще ранг 1 модель является лучшей. Ранг 1 и Алман это обе модели ранг 1. То есть, по сути дела, просто описание немного разное. Ну, по сути, значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что когда у нас в периоде содержится больше информации о том, что происходит дальше, в принципе, прогнозирование осуществляется более точным образом. на этот период, когда у вас там два кризиса было на тестовом в периоде, на периоде оценили, возможно, если в скалярную модель там включится вот эти несимметрии, то и скалярная была бы лучше. Ну, мы сравниваем. На самом деле, те модели, которые я показала, это не все, с которыми мы работали. У нас есть огромное количество. То есть, тесты проведены на огромное количество моделей, но... Включающие несимметричную реакцию. Ну, несимметричная реакция. Есть разные виды несимметричных моделей, для данного случая, например, в статьях Энгла и его коллабораторов. Там есть таблицы на тех же данных. То есть, почему выбор такой данных? Чтобы мы могли сравнивать с другими результатами. как правило, набор один и тот же, потому что, можно сказать, хорошо, у классы Энглических данные вот такие, у других другие, и каким образом сравнивают, неизвестно. Значит, это, скажем, один вариант. И, что является, по сути дела... Да, у вас. И все, все. Последний слайд. Значит, что мы, значит, сделали? Мы, по сути дела, предоставляем первый результат по поводу оптимизационного метода, который позволяет оценить параметры для всех этих материалов. И впоследствии их сравнивать. Значит, до размерности n равно 30, до 30 активов мы провели вычисления. то есть, этот алгоритм работает довольно быстро. И, что мы планируем, это мы планируем, значит, попробовать это для другого типа моделей, а также попробовать, скажем так, побороть изъяны этих моделей, это наличие этого байса, какие-либо другие, и с помощью, вот, например, этого произведения. то есть, это то направление, которое мы двигаемся и так далее. И предлагаем новую модель. То есть, мы пытаемся предложить свою модель, которая по типу этой ректориальной модели ГАВЧ, только с немного другим описанием. Спасибо. Спасибо.